Туристический сезон в Крыму Вже давно змінився на сезон бавовни ЗСУ Свідомі люди знають, що окупований півострів – не місце для пляжного відпочинку Але ж хто сказав, що росіяни свідомі? Тепер самі ж від цього страждають Я не можу вам сегодня сказати «добрий вечір», тому що він не дуже добрий для нас, для нашої країни, для людей Севастополя Никак не поворачивається язык назвати этот день добрым, впрочем, як і вчерашній день, в воскресенье, в полдень Українські боєвики нанесли ракетний удар по курортним районам Севастополя Боєвики намеренно били в выходной день по пляжу, зная прекрасно, що в цей солнечний день безоблачний там знаходиться дуже багато відпочинок А тепер про все по порядку. 23 червня Севастополь потрапив під ракетний обстріл. Від роботи російської ППО загинули четверо цивільних та ще понад сотня постраждали Те, що на пляж у Криму прилетіла ракета від російської ППО, писали спочатку і деякі пропагандисти. Та потім ці дописи почали терміново видаляти Ну, вже класична стала історія, коли ми самі себе обстрілюємо Звісно, що без звинувачень України та западних кураторів тут не обійшлося. Але росіяни у своїй брехні спалилися Бо спочатку Міноборони Росії стверджувало, що їхня ППО перехопила 5 американських ракет Атакамс, з яких 4 вони знищили А ще одна ракета в результаті воздействів СРЄС ПВО откланілася від траєкторії і розірвалася над пляжем Та пізніше Міністерство війни переписало прес-реліз, у якому вже вказали, що перехопили вони лише 4 ракети, а п'ята самостійно вибухнула над пляжем Ну і, звісно, те, що сталося, там назвали навмисним терористичним актом Предварительно установлено, що ракети по Севастополю запускались із района Нікалаєва Расстояние від Севастополя до Нікалаєва по прямій – около 287 км По данным Миноборони Росії, ракетний удар по Севастополю нанесли американськими дальнобойними ракетами Атакамс Всього їх було 5 В момент атаки на Севастополь в воздушному пространству над Чорным морем к юго-востоку від Крыма Вісіли американські розведдрони, тобто біли ВСУ з непосредственним участью американським По-перше, Севастопольський пляж Учкуєвка знаходиться поруч із російською авіабазою Бельбек та Севастопольською бухтою Тож велика ймовірність, що ракети летіли саме туди, просто не потрібно було їх чіпати По-друге, окупаційна влада взагалі не дбає про безпеку мирних людей Сигналів про ракетну небезпеку та укриттів не було А по-третє, росіяни навмисно розміщують зони відпочинку біля військових об'єктів, щоб таким чином прикриватися цивільними До речі, Шах Назаров також сказав – жертви на Севастопольському пляжі на совісті росіян Зачем нам в этом случае какая-то имитация мирной жизни? Вот, например, зачем детей в Крым возить? Вот это так необходимо в этой ситуации? Ну, вот очевидно, що вони будуть продолжати це робити, це совершенно очевидно Ну, ладно, взрослый, у нас взрослый народ, він такий отчаянний, він вроде нічого не боїться Ну, дітей-то, можливо, не стоить сейчас вообще возить в такие райони, як Крым Понятно, що по нему будуть продолжатися удары І понятно, що какой би не було ПВО совершенне, всегда що-нибудь може пролететь Поэтому, мне кажется, ну, надо идти на какие-то, не надо делать вид, що нічого не відбувається Ну, відбувається, це действительно війна, і, чесно кажучи, вона вже приобретає все буря безпощадна форма І тому, конечно, ну, надо, да, надо чем-то жертвовать, які-то должны бути Я понимаю, там, наверное, є вопрос материальний, в смысле, туристів менше буде, денег менше буде Ну, слушайте, ну, ну, это, мне кажется, в нынешней ситуации это уже не актуально Ой, боюсь, що Каренчика більше не запросять на федеральне ТВ Ну, нічого, замість нього прийде Семенян Та перебільшувати та брехати точно вміє Бо, за її словами, то був не просто пляж Ну, я не буду тогда, чтобы никого не оскорблять, говорить Я буду теперь говорить хазлы Вот хазлы – это злые х**и Это те х**и, за которых в Севастополе у нас день траура теперь То, что они сейчас творят с этими обстрелами Ну, понятно, что обстрел пляжа с детьми, с инвалидами Это еще пляж такой, еще неудобный для инвалидов Там много поэтому было инвалидов Это же не несет никакого военного смысла, да? Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО Чтобы потом уничтожить эти самые ПВО И тем самым вычислить себе пространство для маневра, когда наконец-то им поставят Ф-16 И Ф-16 им поставят скорой Маргариточка, то ты ж сама щойно и сказала, який у наших атаках военный сенс А еще знищите не лише ППО, но и российские летаки и базы с окупантами Бо Крым – это великий військовый табор и склад из сотнями прямых военных целей, которые нам неодминно нужно уничтожить Тоже удары точно еще будут Одновременно с ударом по Севастополю вышло интервью террориста, экстремиста и главы ГУР Кирилла Буданова Газета не самая заметная американская, называется она Philadelphia Inquirer И вот там он рассказывает, что конкретно украинцы собираются творить в Крыму Ничего хорошего, забегая вперед Не знаю, это фейк, не фейк, но вообще не похоже, он Буданов объявил Да, говорят, мы будем били и будем бить по Крыму, и будем бить, и они будут Конечно И они будут бить Это другой вопрос, что, видимо, это надо решать как-то историю с этим Будановым вообще каким-то образом То есть надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже То есть война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации Российские фейкометы прекрасно понимают, что удары ЗСУ мают исключительно Войнный характер, мы извольняем свою территорию Что этот Иракт не против Крыма, этот Иракт против всей России Сейчас понимаешь, что Крым и Крымский полуостров сам по себе является нашим символом Это курортный регион По всей панику нанести какой-то удар, который потом можно очень хорошо в рамках специальной операции Психологической операции, они всегда это делают, обратите внимание Либо до мероприятия, либо после То, что происходит на земле, они сейчас начинают качать через разные телеграм-каналы, через структури Посмотрите, что мы не справились, мы виноваты То есть вызвать недовольство нашим политическим руководством Так нам навіть ничего делать не нужно, чтобы у вас вызвать недовольство военно-политическим руководством И не только Боюсь, например, российский оккупант прямо в эфире самостоятельно захейтил россиян и владу Наши ресурсы и резервы, ресурсы и резервы великой страны под названием Россия Далеко еще не задействованы полностью Мы их еще не задействованы Имеется в виду не вооружение, имеется в виду силы общества Вот силы общества у нас задействованы в малой степени Потому что у нас, вот я приехал в отпуск, некоторое время сейчас нахожусь в отпуске Я наблюдаю жизнь в родном своем городе, в котором я родился и вырос, в городе Москве У нас, столица нашей Родины, живет абсолютно мирной жизнью А могла бы жить немного другое все-таки Я не призываю всех построиться и встать в ружье Но есть такая история, которая называется «Все для фронта, все для победы» Но этого нету Я приехал, тут какой-то то ли Муз-ТВ, то ли еще что-то, на которое столько денег было вбухано Со всеми нашими этими звездочками, с позволения сказать У меня, конечно, напрашивается какое-то другое слово Туда были вбуханы, понимаете, не миллионы, а десятки или сотни миллионов рублей Вот на эти сотни миллионов рублей, сколько всего можно было бы поставить туда, на фронт? Как вы думаете? У нас там не хватает элементарных вещей Вот, например, нету автомобилей Потому что, ну, надо двигаться на автотранспорте А автотранспорт регулярно сгорает ФИПИВИ, понимаете, да? ФИПИВИ, сбросы, сбросы, ФИПИВИ Легко, понимаете, горит Не буду называть цифру, но легко и много сгорает А здесь в это время Трусами на голове крутят Правильно ли я вас в данном случае понимаю, что вы говорите По сути следующее Что противник переступает одну за одной следующие красные линии А мы не можем нанести, говорите вы, решающее и быстрое ему поражение Потому что мы как бы одной рукой воюем А другой вот этот жест, как вы А другой у нас летоотдых Жарома-джарома море купаться В Турцию едем А кто не в Турцию едет? Вы же понимаете, что у нас элита наша Ну, я просто как-то знаком с рядом лиц, понимаете? Которые сейчас собираются И где они, как вы думаете? Они поехали в Европу Они поехали к себе в Америку Ну, там где у них домики Ну, куда-то еще Они поехали в страны, которые, вот Как это называется, несут ответственность Але повернемся до недельної бавовни в Криму Та невипадковой истерии пропагандистов Бо про цей теракт Вони говорили и кричали Голеснейше, ніж, например, про події у Дагестані Де, до речі, жертв набагато більше, ніж у Севастополі І всі ці крики про Крим не просто так Бо притягнути американців та британців До цього инциденту набагато простіше В первые же часы после трагедии Наше Министерство обороны Возложило ответственность за террористический удар По Севастополю на Соединенные Штаты Америки Ну ось вам і американський слід з'явився Заради чого воєнблогери і зачищали свої перші повідомлення А Міноборонера взмінювали офіційну заяву Щоб в усьому звинуватити США Машкал Кашка Захарова також не втрималась від коментарів Це очередной террористический акт київського режима Который сейчас просветає на території Украини Тяжелое вооруження, дальнобойне, новейше Оно полностью в руках американцев Они сами определяють цели Я не хочу обилять деятелей київського режима, которых надо судить Но вони можуть узнавать із сообщений новостей Куда выстрелил київський режим Вот так це работает Американці сами определили цель Сами туда выстрелили Преследують вот эти все многослойные провокации І просто Зеленському Смотрите телевізор, вы сегодня узнаете, куда вы сегодня выстрелили Страшное военное злодеяние, которое совершили вчера Американцы с помощью украинцев, будем называть вещи своими именами Действительно приближає нас, делает еще ближе возможность Страшную возможность мировой войны То есть не мы этого хотим, не мы это делаем Но опять-таки, они все больше и больше эскалируют ситуацию Все больше и больше создают поводы для жесткого ответа Который мы пытаемся избежать И сейчас, да, действительно, я согласен Какого жесткого ответа мы пытаемся избежать? Ну понимаете, тут я согласен совершенно с тем, что не все нужно озвучивать Месть это блюдо, которое подается холодным Звісно, что подобные звинувачения и погрозы – это спроба Москвы втримать США И так, как у Штатах на это не ведутся, россияне переходят до новых действий Генсек НАТО после удара сказал, что поставки дальнобойных ракет США и Альянса Не делают западные страны участниками конфликта Спешу Янса разочаровать Естественно, делают И ответ России, естественно, будет В Министерстве обороны США это, кажется, уже начали понимать Представитель Пентагона майор Чарли Дитц Попытался оправдать Вашингтон, заявив, что ВСУ якобы сами выбирают цели При нанесении ударов по России, а США здесь, ну, никак ни при чем Это, как известно, вранье Накануне, по пока не подтвержденным данным Армія России сбила первый разведдрон США над Чорным морем То есть, если информация подтвердится, то начало уничтожения глобал-колков и риперов Наконец положено Я думаю, что, если бы окупанти и справді сбили американский беспилотник То мы бы про это точно дизналися не с российских помилок Но, россияне, не стримуйте себя Сбивайте американские БПЛА Бо ответ на уничтоженный американский дрон адміністрация Белого Дома С чистым сердцем может позволить Украине еще сильнее уничтожить окупантов Все, что делает Киев, он постоянно пытается эскалировать Для чего? Ему нужно дотянуть весь мир Ему нужно, чтобы Запад напрямую с нами начал воевать А для этого нужно, чтобы мы сделали что-то Они и так это уже делают Не совсем, не совсем, все-таки И, кстати, Атакамс не первый раз ударил по Севастополю Убил в мае и был в апреле Сколько над Черным морем будет летать? Здесь тоже, здесь тоже, я вот знаете, мы не знаем всех факторов Но хочу сказать, что мы же понимаем, что беспилотник летает там международной водой, да? Вполне возможно, что если мы сейчас демонстративно что-то сделаем Они что-то должны будут демонстративно нам ответить Ну слушай, ну это какая-то ущербная логика Ну так это и происходит Если мы что-то сделаем, они сделают еще кто-то Это вообще тогда Тогда надо сразу сдаваться и все Это логика жертвы Нет, нет, нет Так, с логикой истеричек тоже заканчиваем, Георг, ладно? Я сказал логика жертвы Сухой головой принимаем жертвы Наша задача победить, а не навредить Единственный шанс Киева Вот правда, в этой студии полтора года Единственный шанс Киева Это втянуть, конечно же, НАТО в прямое противостояние Это единственный шанс, вот правда Естественно, они его пытаются так или иначе реализовать Ну вот этот удар, вы думаете, он для чего был нужен? Ну, конечно, для попытки реализовать именно эту стратегию Втянуть, чтобы Россия ответила Но! Понятно, мы такие умные, все, мы все понимаем Ха-ха, нас не проведешь Но! Тут просто промолчать и быть умным невозможно Такой ситуации Если Москва будет бить по центрам принятия решений Если Москва будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины Если Москва будет использовать конвенциональное оружие Не ядерное, тактическое А все возможности конвенциональных оружий, которые у нас есть То НАТО, поверьте, не втянется в этот конфликт Они не хотят До речи, цикава у них логика відповедей Винні у всьому США Але знищувати давайте Україну Вот просчитайте мне Подождите, дайте вот на конкретном примере Значит, вот эта хрень летает в нейтральных водах Правильно? Да Вот мы наносим удар по объекту американских ВВС Я напоминаю, что мы это сделали В нейтральных водах Вот мы так это не делали Там было, там обстоятельства были другие Мы его сбили, какая разница чем? Он приблизился и наш истребитель, если я правильно помню, выпустил топливо так, что он больше не приближался и приблизился к морской глади Ну да, он упал, какая разница, он был сбит Он был сбит грамотно так, чтобы нас не надо Хорошо, Александрич, он был выведен из стопа Сделать можно то же самое Это один вариант Но поймите, отвечать так уже недостаточно Сейчас чисто прагматичная аргументация без всяких эмоций Нам нужны демонстративные, четкие ответы к киевскому режиму Я снова возвращаюсь к тому, что мы здесь говорили уже многие месяцы Уничтожение административных зданий в Киеве, банковые, Главное управление разведки, Министерство обороны Здесь никаких эмоций, здесь чистая прагматика Я всегда был с вами вроде как заодно в этом А теперь вот я вполне допускаю, что те объекты, которые вы сейчас называете, они вообще пустые стоят Да подождите вы Пускай Подождите Какой смысл тогда тратить наши силы и наши ракеты, чтобы проявить, значит, демонстрировать нашу решимость Кому? Объясним Подождите, вместо того, чтобы взять и уничтожить вот эту вот историю Сейчас вот они выяснят, да, откуда там они прилетали из Николаева Вы знаете, нужны не слова сейчас, а практические дела И без комментариев Самым эффективным, я это говорил и повторю еще раз Средством реагирования на поставку дальнобойных западных систем оружия в Украине Является уничтожение энергетической инфраструктуры противника Все то, что обеспечивает устойчивость тыла ВСУ Надо категорически запретить Наносить удары по этим трансформаторным подстанциям Это не те цели Необходимо уничтожать электрогенерацию То есть залы с турбинами Одно лишь попадание ракеты Х-69, либо калибр туда Делать невозможным дальнейшую эксплуатацию и выработку электроэнергии Требуется от четырех до пяти лет Полностью демонтаж Росіяни – терористи И методы ведения войны у них лише терористичны Знищивать наши цивильные объекты и энергетическую инфраструктуру Вони начали далеко еще до ударов по Севастополю Зараз это для них просто черговое виправдание их действий Что мы дойдем до ядерного ультиматума Я не думаю, что мы дойдем до ядерной войны По той простой причине, что я не думаю, что апокалипсис, описанный в Библии Последняя глава Библии, так близко все-таки много еще чего должно произойти до апокалипса А ядерная война – это неминуемый апокалипсис прямо сейчас Он, конечно, когда-то случится Это для верующего человека, для любого верующего любого Очевидно, но не сейчас А сейчас мы дойдем до ультиматума Они взлетят, полетят к нам с этих аэродромов И мы объявим, что все, мы теперь бомбим те самые страны, откуда это летит к нам Но кто-то должен будет дать заднюю Трамп придет, ничего не решит Да кто угодно Какая фотокаршка не будет повешена на эти кабинеты Ничего не изменится Изменится только тогда, когда они поймут, что через 15 секунд Вот такая вот бомба Только не атокамс Вот никак не могу научиться его произносить Атокамс Которая лишила жизни детей на Севастопольском пляже И взрослых, и больше сотни раненых Не такая бомба, а совсем другая бомба Полетит на их пляже На их Кейпкот В их Майами В их Калифорнию Вот тогда все это становится А до этого нет Будет только нарастать И мы должны быть к этому готовы Все мы Мы продолжаем жить своей жизнью Строить планы Сейчас сезон отпусков начинается Но мы должны понимать Что обычной, привычной Наша жизнь уже не будет Это большая, серьезная, долгая война Война на выживание Это война, которую началась Россия РФ абсолютно навмисно напала на Украину И ведет сьогодні войну Проти суверенної країни Застосовуючи, зокрема, терористичні Та геноцидні практики Масштабно атакуючи ракетами, бомбами Та снарядами И если Путіна не зупините сьогодні То завтра и справді Будет война на выживание Не поддавайтеся ворожей пропаганде Дотримайтесь информационной гигиени Та доверяйте лише перевіреним джерелам З вами была Анастасія Норіцина Побачимось